Здравствуйте! В эфире программа Азбука потребителей. С вами Мария Бодрова. Сегодня идея для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Что такое брейк-данс? Кому будет интересно это направление? Мастер-класс с одним из лучших танцоров Самары. Его имя на слуху у всего города и даже у тех, кто с танцами не связан. Официально по имени и фамилии он представляется крайне редко и делает исключение только для журналистов. Александр Степченко, больше известный как Саныч, свою жизнь с ног на голову давно перевернул, не жалеет. Он в своей жизни задал ритм брейк-данса и еще пока не встретил самого крутого соперника. Это сложное направление. Очень круто оно заходит на детей, потому что очень много физической нагрузки. Туда идет. Если брать брейк-данс, брейк-данс это вообще основа основ именно уличных танцев. То есть от него все пошло, пошли все остальные уличные танцы. То есть изначально, когда создавалась хип-хоп-культура, это были диджеи и были би-бои. Би-бои, соответственно, брейк-бой. Или ребята, которые танцуют в бронксе, бронкс-бой. Все пошло от них. Все остальные уже там хип-хоп и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Очень сложный танец, очень энергичный, очень эффектный. И это является как бы классикой. То есть брейк-данс такой танец, который он, как говорится, никогда не умрет. Одна из танцевальных студий города занятий ведет гуру самарского брейк-данса. Сначала разминка, пробежка, махи руками и так далее. Со стороны это больше напоминает серьезный экзамен по физподготовке. Все делается на скорость. Надо основательно разогреться. Впереди будет очень жарко. Все зависит от ребенка на самом деле. И все зависит еще от родителей, что хотят родители. Потому что родители делятся на два типа. Первый тип родителей, которые не хотят отдавать своих детей в танцы. Хотят, чтобы они учились, учились и учились. Другие, наоборот, хотят, чтобы из них получились чемпионы, какие-то танцоры и так далее. Надо адекватно к этому подходить. Вообще мы советуем, как правило, с 5-6 лет приходить. Но все зависит еще от ребенка, от индивидуальности. Ну, то есть, насколько он раз. У нас бывает, что в 5 лет ребенок уже все быстро повторяет за тренером. Ну, как говорится, хорошие гены. А бывает, что и в 7-8 лет очень тяжело даются какие-то вещи. Ну, в среднем 6-7 лет самое то, чтобы дать пойти, соответственно, к правильному, хорошему тренеру. Для чего? Для того, чтобы ребенок не поломался это раз, а во-вторых, не перегорел. Часто приходят родители со своими детьми, поддерживают их, танцуют вместе с ними. В брейк-данс очень многогранный танец. Там есть движение для всех. То есть для любого уровня подготовки, для любого возраста. Вообще для всех брейк-данс очень универсальная штука. Вот. Поэтому можно приходить в любом возрасте. Тут уже вопрос как бы личного какого-то смущения, не смущения. Просто многие воспринимают это еще как культуру. В широких штанах что-то такое несерьезное. Но это у нас, как правило, в России. Но и в этом они ошибаются. Потому что сейчас тот же брейк-данс вышел на огромную мировую арену. Спонсируют большие фирмы, проводятся огромные чемпионаты, которые собирают тот же Battle of the Year, который в Германии и иногда во Франции проходит, собирает 25 тысяч людей в стадион. Вот. То есть это очень весомая сумма. Трансляция по всему миру. То есть, ну и стоит как бы задуматься, что, наверное, не просто так туда люди собираются. Чтобы начать обучение брейк-дансом, необходимо иметь терпение, выносливость и отличную физическую форму. Если первое и второе качество присутствуют у большинства начинающих танцоров, то с третьим в основном не у всех все так гладко. Когда тело человека его не слушает, а мышцы не могут выдержать свалившихся нагрузок, тогда уж точно первое, с чего требуется начать обучение, это привести себя в нужную физическую форму. Быть подвижным, гибким и сильным. Когда ты занимаешься брейк-дансом, там очень много построено на практике. То есть, ты берешь какой-то один элемент, и не нужно, чтобы тренер стоял, и над тобой, соответственно, ну, то есть, капал на мозги, давай, делай, делай. Не, ну, естественно, как бы тренер заставляет, но если человек хочет научиться какой-то элемент, то есть, очень приятно, когда я прихожу, кручусь на голове, мальчишки все это видят, загорается, у них появляется самомотивация, они сами хотят этому научиться, и все. И там уже ты им не то, что говоришь, крутитесь на голове, там, ну, повторяйте за мной, да, ты им уже порой говоришь, все, хватит, тренировка закончена, идите домой уже, хватит крутиться на головах и так далее. Вот, это очень приятно. То есть, именно самодисциплина идет. То есть, когда человек сам загорается, сам начинает практиковаться, немножечко там, да, выделяет себе там два квадратных места, уходит в сторону и начинает какой-то элемент отрабатывать. По запросу в интернет-поисковике «Брейкданс Самара» вы можете найти не меньше пяти школ. Здесь вопрос, какого результата вы хотите достигнуть. Однако, владеть самому брейком довольно сложно, а порой и опасно, поэтому лучше всего обратиться в профессиональную школу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова